Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на Земле. Всем желаю всякого блага, счастья, радости, добра, любви и мира, всего-всего самого наилучшего, чтобы все у вас было в этой жизни, все у вас было хорошо. Вдогоночку к предыдущему ролику о Библии в трех спиралях Бога, я хотел бы записать еще один ролик. Евангелие в таких же спиралях. Кто со мной смотрел и читал мой первый круг чтения Нового Завета на канале Христолюб Библии, чтения иных писаний, тот, конечно, все это видел. Вот я могу лишний раз только засвидетельствовать, что, казалось бы, прошло 10 лет моего христианства, уже сколько там, пусть от 3 до 5 лет, плюс-минус активной проповеди, да, и ничего у меня не меняется в этом плане. Да, сам я, конечно же, понятно, мы все, как любой дерево, растет, укрепляемся, у нас, кстати, тоже круги Фибоначчи или кольца древа возрастают, мы крепнем, мы опытом познаем. Одно дело теория, как это любить своих, любящих, посторонних, врагов, а другое дело, конечно, на практике это узнать. И вот я хотел поделиться сегодня именно тоже на этом канале слайдом, который я показывал в тех роликах. И сейчас, когда я читаю второй круг уже Нового Завета, Евангелие от Марка уже прочли на сегодняшний день, Матфея я начал читать. Там я уже не буду, конечно, так подробно, и как-то, да, я, вернее, наоборот, не подробно, а именно пространно показывать эти вот витки спирали Бога, да. В Евангелии все то же самое. Сейчас мы с вами рассмотрим один круг, увидим, что таких кругов много. Ну, по Евангелию мы, конечно, не будем сегодня проходиться, а смысл я покажу, и хотелось бы просто записать этот ролик, кто дальше там слушает сейчас меня, чтобы были тоже в теме. И если даже вы не читали, не слушали, не читали мой первый круг, то во втором круге у вас это все равно будет открываться. Даже если я это не буду показывать, достаточно сегодняшнего ролика, если вы сами потом Евангелие с такой мыслью прочитаете, вы это увидите. Итак, я вот подготовил такой тоже слайд, да, ну, с чего все начинается. По сути, мы сегодня, конечно же, опять разберем Евангелие, суть Евангелия, да, краткое Евангелие, как хотите, схему Евангелия, и посмотрим, в чем же суть Евангелия, жизни, вообще смысла жизни, все это мы будем видеть. Ну, первое, конечно же, это что? Истина. Что есть истина? Можно задаться вопросом Понтия Пилата, вот, что есть истина? Что такое? Конечно же, вера, все очень любят это слово, да, вера от слышания. От слышания чего? Слова. То есть, конечно же, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. И это слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина, которую мы слышали, видели, осизали руками нашими, да, и через него мы эту истину познали. В чем это слово? В чем суть Евангелия? Человек, бытие, Бог и ты, это одно и то же. И ты, первое, бессмертен, ты свободен, и ты, любовь, и Бог, и бытие, все это. Вот вся вам суть Евангелия, да? Соответственно, ты должен так жить. Поэтому вера, конечно же, от слышания, от слышания, от слова Божия. То есть, мы должны что? Благовествовать истину. Это истина внутри нас, на самом деле. Но так Господь чудно устроил, что мы подтверждение внутри нас, этому голосу находим и вне. И тогда у нас полная гармония, да. Поэтому в Евангелии мы прекрасно знаем, это образ того же самого Иоанна Притечи, да. Это образ самого Иисуса. Вера от слышания, слышание от слова Божьего, да, от благовестия. Что надо сделать? Первое у нас, это водное крещение, все очень любят. Крещение, покаяние. Покайтесь. Конечно же, нужно покаяться. В чем? Ну, хорошо, в неверии в Бога, да? Ну, аминь тоже, да. Многие во что-то верят, в какого там Бога, еще что-то. Но вы вспомните, Ян, я всегда показываю эту мысль, что вот в Ветхом Завете была заповедь верить в Бога, израильскому народу? Нет. Иисус где-нибудь говорил, что Он верит в Бога? Нет. Иоанн Креститель призывает покаяться в неверии в Бога? Нет. Он призывает покаяться в злых делах своих. И если мы все с вами помним, кто не помнит, обратитесь. Когда Иоанн Креститель проповедует крещение покаяния, его спрашивают, а что же нам делать? Ну, мы покаялись, хорошо, в чем? Иоанн Притеча четко говорит, в злых делах своих. И сотворите плод достойной покаяния, плоды достойной покаяния. И спрашивают его разные люди к разным социальным группам, профессионально относящиеся, помните, войны, мытари, что нам делать? И он отвечает, чему учит Иоанн Притеча? Соблюдать культ, ставить свечки, поклоняться иконам, ходить на собрания по воскресеньям? Что? Опьяняться духом святым? Нет, он говорит, у тебя две одежды? Отдай одну. У тебя две тарелки? Поделись. Ты воин, будь довольна своим жалом, никого не обижай. Ты мытарь, исполняй свою работу, налоги нужно платить. На эти налоги развивается мир, мы знаем, вокруг нас строятся дороги, проводится электричество, топятся дома. Нормально, нормально, да. Ну, понятно, там что-то подворовывают, но без этого тоже никуда, к сожалению, в грешном мире, да. Сидят-то там не святые наверху. Ну, плохо, хорошо, что-то делают, да. Надо это делать. Хотя, претеча говорит, надо, да. То есть, дела любви. Он ничего, кроме дела любви, не перечисляет. И нам достаточно. Господь всегда говорил эту мысль, еще во всей Библии красная нитка идет. При двух или трех свидетелях истинно всякое слово. По этим трем примерам, которые нам в Евангелии оставлены, конечно, написано, что я много учил. Каждому свое. Мы все подходим и спрашиваем, а мне, что делать, а мне, что делать. Конечно же, мы смысл уже должны просто. Нам вектор задан, три примера, и все они направлены на любовь к человеку. Не учит он поклоняться Богу, не любить Бога, не верить в него, Иоанн Претеча. Он учит начаткам любви. Но, опять же, Иоанн Претеча не учит отвернуться себя, раздать все имение ради ближних, да. Да, даже тело свое отдать, как вот Господь и сделает, да, то есть жизнь свою ради любимых. Иоанн Претеча учит начаткам любви, покаянию в злых делах и хотя бы какому-то начатку. Вы знаете, вы помните мою проповедь, я говорил, что нетворение зла это тоже великое дело. Это очень великое дело. Хотя бы отстать зла, пусть ты никому добра не делаешь. Действительно, не делать зла в этом мире. Перестать ругаться, обзываться, судить всех на свете, да. Лицемерить, обличать, врать, да. Ты сам хотя бы стань, не делай зла. Это уже великое дело. И сколько можешь, твори добро. Начни с маленького. Ну, всю миску не отдашь, даже если у тебя две. Ну, хотя бы котлетку отдели. Или хлебушек со второй миски отдай, да. Мы этому учимся. Конечно же, в этом и есть наше покаяние. Покаяние и сотворение достойных плодов нашего покаяния. Естественно, это невозможно без принятия Святого Духа. Вы помните, апостол Петр, потом уже, когда все это сжалось, события. Да, конечно же, от покаяния Иоаннова до Пятидесятницы, от крещения покаяния в воде Иоаннова до Пятидесятницы, целый период проповедь Иисуса Христа. Потом все это, конечно, сжалось. Мы видим, как уже апостолы в Пятидесятницу, приняв Духа, получив Духа Святого, уже потом, крестя всех остальных, уже в Новый Завет, да, получали Дух моментально. Мы помним, даже с крещением Первого Язычника, Корнили Сотника и всего его дома, Дух Святой сошел даже прежде водного крещения. Но, естественно, при внутреннем покаянии, потому что люди слушали, умилились, открыли свои сердца, ибо сам сотник был с распаханным сердцем, ибо творил много милостыней, и всегда молился и благодарил Бога за все. Мы это видим, да? Сердце его было распаханное, конечно же, когда он услышал благую весть, конечно же, он ее с радостью в сердце принял, и, видимо, его домочадцы, потому что какая голова, такое тело. Дом Корнили Сотника, очевидно, был тоже милосердным, добрым таким, ну, более-менее святым, да, и поэтому, конечно же, Евангелие, зерно Евангелия, семечка от Евангелия попала на добрую землю, и, я убежден, дало много-много плода. Ну, это уже останется сокрытым до времени, но, безусловно, это так. Конечно же, все мы прекрасно знаем, что кто действительно принимал Евангелие чистым сердцем, получал вот это вот семечко евангельское, которое, как зерно горчичное, меньше из всех земян, всегда образ, что сначала семечко попадает в землю. Вот это вот крещение, конечно же, это семечко в землю. Вы помните, Иисус после крещения и получения, хотя Он Бог, явившийся во плоти, но нам Он оставил полный путь человеческой жизни. Мы все идем с вами в пустыню. У всех это проходит по-разному. Кто-то, конечно, такой, как я, допустим, у меня не было обязательств, там, у меня, слава богу, были здоровые и более-менее, ну, состоятельные, в смысле, обеспеченные родители, то есть мне не нужно было за ними, там, ухаживать или еще что-то, да, вот, то есть они работали, здоровье, ну, понятно, все болеют, но более-менее, да, вот, поэтому я и жил своей жизнью, и дальше стал, пока жил своей жизнью, да, до сих пор, в принципе, так. Ну, с папой сейчас небольшие со здоровьем проблемы, но все равно пока божьей любовью держимся, да, вот, и я тогда, кто знает, я мог себе позволить и физически, грубо говоря, уйти в пустыню, да, то есть я от всего, так скажем, отрекся и действительно скитался там по хорам, по пустыням, да, по домам, по всяким, вот, лишь бы побыть одному, понять все, осознать, отречься от мира, так скажем, да, вот, и действительно мы все проходим пустыню. Понятно дело, почему вот я это говорю тоже, никогда не, может, кто-то сейчас впервые меня слышит или такие вещи, не надо думать, что все мы физически должны пройти эту пустыню. Ну, конечно же, кто по-настоящему раскаялся в своих злых делах в этой жизни и принял святого духа, безусловно, у этого человека начнется внутренняя пустыня. Понятно, вы можете быть мамой, многодетной мамой, папой, многодетным папой, да, сыном с больными родителями, дочерью, да, или наоборот родителями, ухаживающимися за больными детьми, я говорю, или у вас могут быть братья, родственники, какие-то жизненные обстоятельства. Вы не сможете уйти, вы не сможете оставить этот мир, вы каждый день так же и будете просыпаться с утра, идти до вечера там на работу, да, заниматься обыденными делами. Ну, конечно же, у этих людей начнется внутреннее брожение, да, перекваска вот эта, которая поначалу не видно, да, и как семечко, сначала оно в земле умирает, да, чудесным, божественным образом, из него появляется первый росточек, корешок, и он идет не наверх, кто знает, семечко сначала раскрывается корешок вниз, а второй росточек идет вверх, и сначала укрепляется корень, потом, соответственно, ему, чтобы дерево не вырвало и не завалило, у него должно быть крепкое основание. То же самое, ну, образов Бог нам в жизни вот предостаточно оставил, это семечко, это строительство дома, сначала мы копаемся, это пустыня, и туда все камни, фундамент, кто знает, как заливается, бетон, неважно, сначала все в землю зарываешь, этого никто никогда не увидит, но этот фундамент нужен. Вот эта вот пустыня, конечно же, она у всех, мне, я сам это прошел, сколько свидетельств слышал, конечно же, ее проходят все, это брожение, перекваску, перезакваску, полностью деформацию свою внутреннюю, тебя меняется мир, мировоззрение, ты на все смотришь вообще по-другому, ты действительно начинаешь раскаяться, именно уже не просто мыслью раскаялся, да, тебя это начинает переквашивать, ты правда начинаешь любить людей, ты перестаешь быть алчным, жажден, горделивым, да, все вот эти вещи, чеславным и так далее. Все это убивает, кстати, именно любовь к людям, все эти пороки, да, потому что как ты что-то себе будешь желать, если вот человек нуждается и прочие вещи, как ты будешь возноситься, если вот человек, который такой же, как и ты, да, ты его любишь. Поэтому эту пустыню, конечно же, все мы проходим, это и есть отвергнуться себя, это об этом Иисус говорил, да, то есть полностью мы помним все три искушения, которые-то были, и то это образно, конечно, это хлеба, да, если Адам в раю согрешил, да, то Иисус в пустыне даже не сделал камни хлебами, то есть сластолюбие, это можно как всего повкуснее, побольше, вот, царство все, да, власть и тщеславие, богатство, ну и когда скрыла храмы, то же самое, тщеславие и гордыня, там все вместе, да, я сейчас не буду разбирать, кто хочет, я сейчас как раз записываю этот ролик, мы с вами на третьей главе от Матфея, и нам уже предстоит крещение Господне, вот это его тоже в пустыне, искушение, там я обо всем, об этом мы подробненько поговорим, сегодня так кратко, да. Именно это Иоанн Богослов называет миром, он миром называет не людей, вы, следом за этим роликом, кто последовательно слушает, я хочу записать, Иоанн Богослов говорил, кто любит мир, в том нет любви и отчей, я его хочу перефразировать, написать, кто не любит мир, в том нет любви и отчей, ну и сказать там свое слово, да. Мы отвергаем какой мир, вот этот, именно Иоанн Богослов, писав о том, что кто любит мир, имел ввиду вот это вот, вот тот мир, который отверг Иисус в пустыне, тщеславие, гордость, зависть, злоба, власть, сластолюбие, да, что ты все это будешь желать, ты никогда любить не научишь, ты все будешь пихать в себя, да, поэтому, конечно же, пустыня, это значит отвернуться себя, но если отвернуть себя, вся суть жизни, вы прекрасно знаете, Иисус учил только одному, Он сам творил дела любви от создания мира, Бог создал мир, этот Бог, который явился потом во плоти, что это такое, как не любовь, Бог все сотворил, любовь расширяется, любовь все только созидает и создает, поэтому Бог создал мир, причем не первого человека создал, сначала мир сделал ему прекрасный дворец, чтобы человек где-то жил, наслаждался, поэтому он творится последним, не потому, что он самый ненужный, самый плохой, а наоборот, как царь всего, и для кого все это было приготовлено, и до сих пор Бог о каждом промышляет, каждого любит, каждому дарит радость через все вот это бытие, поэтому в чем вся суть, конечно же, в любви, так, сейчас я себя перемещу, вот так вот, давайте наверх, что у нас дальше, конечно же, любовь, ну опять же, я уже об этом много раз говорил, но сегодня тоже кратко скажу, мы любим кого, любовь делится у нас так, грубо говоря, все человечество для каждого человека, для себя, мы всех людей делим на три группы, первое, это любящих нас, мы любим любящих нас, любимых и умывая им ноги, это тоже очень высоко и очень правильно, но мы помним, что Иисус этот поступок сделал не просто так, опять как раз убить грех гордости, да, который превозношение был в его учениках, но мы прекрасно помним, что когда встал вопрос истины, Господь мог и от любимых отойти, да, потому что истина сократ друг, но истина дороже, поэтому это надо не забывать и любить даже ближних, мы все должны учиться у Иисуса, как это описано в Евангелии, по его поступкам и по его словам, но Господь сказал, что это, что любить любящих, это уровень грешников, потому что и грешники любят любящих их, это не Евангелие еще, это просто тоже норма, Иисус естественно ее исполнял, и даже то, о чем мы сейчас с вами будем говорить, о любви посторонних, то есть ближних, как это любим называть, но только ближние, если в понимании еврейском и в законе это был родственник или хотя бы единоплеменник еврей, да, то Иисус вложил в это слово совершенно другой смысл, ближний это просто человек, который близко к тебе, как я говорю, на, как это сказать, в поле твоего зрения, на расстоянии вытянутой руки, кому ты можешь попасть, помочь или, как я говорю, шага ноги, до кого ты можешь дойти и помочь, вот кто такой, потому что Господь после этой фразы, после этой заповеди, так скажем, рассказал притчу, потому что его книжник спросил, а кто мой ближний, и он ему ответил, и выяснилось, что этот человек не является тебе ни родственником, ни единоплеменником, ни единоверцем, это просто нуждающийся, посторонний тебе человек, встречающийся на пути твоей жизни, и при этом этот человек может даже считать тебя ни за что, возноситься, превозноситься над тобой, тщеславиться, гордиться, да, как иудеи над самарянами, даже с ними не общаясь, и мы видим, что Господь рассказал притчу о добром самарянине, который, несмотря на все это, оказал нереальные дела любви к этому пострадавшему, нуждающемуся человеку, и мы видим, что он не просто вах-вах-вах покачал головой, что ж так вот плохо-то поступили с тобой разбойники, нет, он все сделал для этого человека и полностью и целиком его поднял на ноги, он не покупал ему мерседесов, квартир, еще что-то, не присмыкался перед ним, да, поэтому ни в духовном, ни в материальном плане не было чего-то не того, да, он сделал все правильно, он поднял человека полностью на ноги, вот как мы должны любить всех людей на земле, причем, я говорю, даже которые к нам не совсем хорошо, казалось бы, относятся, это может быть сосед, который нас поносит вечно, но когда ты увидишь его в нужде, ты должен оказать ему любовь, ну и, конечно же, высота любви, да, это что? Это любовь к врагам, Иисус эту любовь показал. Эта любовь к врагам, конечно же, связана, может быть, и с бичеванием с вашим, да, и с чем угодно, это я говорю, вплоть до смерти, то есть это с унижениями, оскорблениями, поношениями, то есть это люди, которые реально желают и делают вам зло, и Господь явил эту любовь, любовь нереальную, неземную, реально небесную, божественную, да, причем явил ее и словами, учил это делать. Господь сказал, что даже вот эта вот любовь к ближнему, это только уровень того, что ты будешь иметь жизнь вечную, что ты будешь иметь участие в славе, да, ты получишь жизнь вечную, но что ты получишь в этой жизни вечную, да, Господь книжнику так ответил после этой притчи, когда книжний сказал, правильно ты, Господи, сказал, Что любить Бога и ближнего, как самого себя, это больше всех всесожжений и жертв, это вообще больше всего культа, и культ весь в этом. Если ты любишь эти две заповеди, так скажем, соблюдаешь, ты весь закон, весь культ исполнил, точнее, можно его не исполнять, и вот именно живя в любви к Богу и к ближнему, в делах любви, да, ты и так все это исполняешь. Иисус ему сказал, да, ты недалеко от Царства Небесного, потому что знать и пройти путь не одно и то же. Надо жить именно так. И после этой притчи Господь ему, и он ему тогда сказал, так поступай, будь жить, и когда опять эту притчу рассказывает, опять Иисус ему говорит, так поступай, во-первых, поступать, не знать, а поступать. Он ему два раза говорит, ты книжник, ты все знаешь, ты и так живешь. Человек это его и жизнь. Внутреннее состояние это не куча его мозгов, это внешность внутреннего человека, который имеет облик и обличена всеми добродетелями, как Иосиф был одет в разноцветные красивые одежды, да. И он ему говорит, так поступай, будь жизнь. Он не говорит ему блага бытие, что ты будешь Богом, что ты будешь Детем Божьим. Нет. Боги и Дети Всевышнего все мы только тогда, когда мы любим врагов. Вот где начинается христианство. Только здесь. Потому что его апостолы потом писали, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться, вы помните, как он Богослов писал, и быть Детьми Божьими. Называться, да, но и быть, и стать Детьми Божьими. Это очень важно понимать. Иисус сказал, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Миротвориться это очень тяжело. Вы знаете, примирить двух людей ты можешь и пострадать. Кто встревал когда-нибудь в драке, тот знает, что это такое. Ты можешь стать врагом тому, кто на другого кидался. Это и есть любовь к врагам. Причем, я говорю, ты можешь заступаться и быть миротворцем, когда это оба твои врага. А враг моего врага, мой друг. Ты можешь стать в немилостью обоих. Это жертвенная любовь. А в Нагорной проповеди, ну это в Нагорной сказано в начале, да, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. И еще ниже Господь говорит, Вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, как благотворите, благословляйте. Но как вы будете это делать, если вы прежде этого не желаете, то есть не молитесь? И тогда только будете сынами Отца вашего Небесного, детьми Бога, Отца Небесного. Ибо Бог благ, неблагодарным и злым, и повелевает дождю своему восходить над праведными и неправедными. Я не читаю, поэтому по памяти, понимаете, я могу. Хотя, кстати, экраны ряда, ну что-то я не включил. Но вы помните, и грешников, и негрешников, да. Все мы это помним. То есть дети Божьи, христиане, ученики Христовы, только те, которые эту заповедь приняли и делами стараются взойти на эту планку. Так, конечно, все это связано, вы понимаете, за добрые дела мы будем страдать. Поэтому, конечно же, любовь к ворогам, я говорю, она связана с внешним позором. Вы помните, как сам Иисус многим людям кажется таким слабаком. Но на самом деле слабость, сила, она в любви. Сила моя в немощи совершается. Не отомстить, а вытерпеть. А ответить добром на зло. Конечно же, это суд. Красная мысль Евангелия, что посеешь, что и пожнешь. Павел прекрасно говорил, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Бога. Каждый наш день – это маленький виток спирали нашей жизни. Мы все с вами это прекрасно понимаем. Да и каждый наш поступок, каждая наша минута – это уже спираль нашей вечной, бесконечной жизни, нашей спирали жизни. Конечно же, мы сами себя должны судить. В конце, этот суд должен происходить у нас после каждого поступка. Маленький виток спирали нашей жизни. Это должен суд происходить каждый день. Естественно, если у тебя что-то к концу дня лежит на сердце, ты знаешь, что ты кого-то обидел, что-то сделал нехорошее, ты должен всячески это исправить. Это, хотите, год нашей жизни. Это жизнь наша, это все маленький виток нашей большой, бесконечной спирали жизни. Это всеобщее воскресение и общий суд подведения итогов жизни на этой земле, этой небе. Это потом, это будет спираль до бесконечности и на новой земле, и на новом небе, и там бесконечность, бесконечность этих новых этапов и миров. Поэтому суд, конечно же, он есть у всех. Подведение итогов минуты своей жизни, 24 часов, то есть суток, года жизни, всей жизни, всех своих жизней в разных телах на этой земле. Во второе пришествие Иисуса, воскресение, ну так назовем, праведных, но там Бог разберется, мы все увидим, насколько мы там праведны или грешники. Потому что каждый будет получать, что сеет, то и пожинать будет. От сеющей в доброе будет пожинать жизнь вечную, благую, благо этой жизни. Сеющей в зло будет пожинать от своей жизни зло и смерть. То есть мы все достойны того, чего мы заслуживаем. Поэтому суд, конечно же, есть у нас всегда, каждодневный, каждосекундный. Поэтому, естественно, за этим идет либо слава, ну либо позор, либо слава. Все это нам понятно. Либо ты воскресенье имеешь, грубо говоря, и каждый день, как Павел прекрасно написал, мы должны каждый день преображаться из славы в славы. Ты каждый день, Павел писал, упражняйтесь в делах любви, в добрых делах, тренируйтесь. Мы каждый день все больше и больше возрастаем в святости. В чем это святость? В любви, в милосердии, в добре, в вере, в уповании, в милосердии, в кротости, в долготерпении. Во всех этих вещах, в мире души, в радости жизни. Мы во всем этом возрастаем каждый день. Если правильно проходим маленький виток спирали нашей жизни, то мы в этом возрастаем и возрастаем. Конечно же, если мы такими становимся, мы автоматически что делаем? Мы этим проповедуем. Господь и сказал, красная нить от той же самой Нагорной проповеди пошло. Лука прекрасно написал свою, начал свою вторую книгу «Деяния апостолов» со слов, что сначала сотворить, я первую книгу, то есть о жизни Иисуса, написал о том, что дел и чему научил Иисус. И Иисус в той же самой Нагорной проповеди и не раз говорил, сотворите и научите. Кто слушает и не исполняет, тот человек, он заканчивать будет свою Нагорную проповедь, подобен глупому человеку, построившему дом на песке, о чем мы с вами сегодня говорили, должен быть камень. А тот, кто слушает и исполняет, того будет строение великое и человек в вкусе все царства. Вот вам цикл, вот вам один виток спирали вашей жизни, Божьей спирали, либо мы все боги и дети Всевышнего. То есть мы автоматически начинаем, мы уже живя, человек может не обладать даром слова какого-то досильного, но сама его жизнь святая всегда уже светит, всегда уже обличает, судит всех вокруг. Когда мы просто живем, вот это и подвязаемся в святости, чтобы преображаться, возрастать по внутреннему человеку, как Павел писал, преображаться от славы в славу все больше и больше, походить на Иисуса, который сказал, что вы должны быть такими, как я, ибо я вам оставил пример. Для этого он бог являлся воплоти. Вот и все, и все опять по кругу. Ничего удивительного, я вот специально подготовил, сейчас мы с вами тоже. Ну тут уже ничего сложного, все это видели, да? То есть вот вера отслышана, естественно, это проповедь, и пошло-поехало маленький, опять мы проповедуем, и так изо дня в день, и пошли эти спиральки. Все эти спирали, кто, вот, или сейчас вы об этом первый раз услышали, посмотрите Евангелие, почитайте, вы удивитесь, сколько, да, это одно большое Евангелие я вам сейчас рассказал специально, но если вы посмотрите, удивительно, как оно написано в Евангелии, потому что там в Евангелии оказывается много маленьких микро-евангелий. Я всегда очень люблю приводить даже пример, это притчи о семени, вот это, вы помните? Сама это одна притча, это уже все Евангелие, там уже видно вера, услышь, поверь, покайся, прими Святого Духа, отверни себя, сотвори достойные плоды покаяния, люби ближних, уповай на Бога, будь мирным душой, долготерпеливым, ну, во всех плодах святости, во всех цветах одежды, подвязайся, да, конечно же, каждый день подводи итоги и возрастай в этом, да, понятно, ты будешь даже за добро, мы все время ждем, что нам за добро будет мир платить добром, нет, ты будешь поносим, унижаем, возможно, да, но внутри этой славы еще не видно, ты преображаешься каждый день от славы славы, и все, и так, и, естественно, раз ты преображаешься, меняешься, ты этим светишь миру, и, если еще Бог там даст дар слова, у тебя и уста будут не сомкнуты, да, будешь творить и учить, как Господь тебе говорил, пойдите, научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам, естественно, соблюдая самим, вот и все, и вы это увидите, почитайте притчу о Семене, я сейчас не буду все это, иначе тоже далеко уйдем, и так вот сам, мне не хочется большой ролик писать, кто со мной читал, пожалуйста, я просто приглашаю первый круг, посмотрите моего чтения Матфея, там вы все это увидите, я там попытался, сейчас я хочу просто второй круг, когда читаю, более уже подробно останавливаться по чуть-чуть, иначе там, потому что бывает очень там большие круги, то вот так, ух, ух, да, все в Евангелии, ну вот, все в Евангелии мы это видим, да, а там таких маленьких полно, как Иисус написано, пришел в синагогу, начал учить, в синагоге учат, приходит, ну, грубо говоря, следующий эпизод мы читаем, это когда принесли в дом расслабленного, то есть он прощает ему грехи, да, то есть кается, прощает, он что, принимает Духа Святого, то есть силу, потому что он сам, ему не просто грехи прощны, Бог дал ему здоровье, счастье, силу, и он сам встал и пошел эту, и понес даже свою постель, ну, эти носилки, на которых лежал, да, что он должен был делать, мы видим, как Господь там, допустим, совершает череду добрых дел, изгоняет бесов там, это, ну, исцеляет там, что-нибудь, да, воскрешает мертвых, то есть мы видим, как он это делает, и мы видим, допустим, он дальше рассказывает притчу о суде и рассказывает о том, что придется любить так, что даже до смерти, да, и опять начинается, и так вот мы просто, вы просто увидите, это удивительно, я почему рассказываю, кто захочет сам так почитать, вот, я даже брал такими линиями, разделял у себя в текстах, чтобы видно было, вот эти круги, где начало, а где конец, и вот так они пошли, я говорю, порой вот во всей этой притче Господь рассказывает от начала, как ты услышал вероотслышание до суда и проповеди, да, пройдя путь покаяния, принятия Духа Святого, то есть отвержение зла, принятие добра в себя, я говорю, ведь это же не просто так символы, где Иисус сначала тоже проповедовали, написано, а, Господь вышел на проповедь, первый сказал, потом приходит в дом Симона Петра, и лежит теща в расслаблении, Господь ее поднимает, то есть опять, да, как бы символ лежачего, как мы все лежим в грязи грехов своих, то есть Господь ее полностью восстанавливает и дает силы, и она служит ему, что такое служить Иисусу, кто любит меня, тот исполняет мои заповеди, а заповеди Иисуса одни, о любви ко всему земному, им сотворенному, и людям, и животным, и планете, причем всех, и любящих нас, и посторонних, и даже врагов, и написано, она встала, то есть она, мало того, что из грехов, так скажем, поднялась, это, конечно, образ тещи, что она встает и поднимается из грехов своих, да, он ей дает силу, и она служит, написано ему, да, за ней как раз история, там, о проповеди, и мы всегда, мы всегда вот эту, вот эти вот витки спирали видим, я хотел с вами вот это поделиться, как раз, кто сейчас просто смотрит, но я уже не буду это, я говорю, я сейчас второй круг Евангелия читаю более так подробно, чтобы останавливаться, потому что, конечно, такие круги, особенно небольшие, это надо прям вот все прочитать, и вы вот это заранее, если услышали, мы просто с вами прям увидим, если здесь мы разобрали на целиковом Евангелии, как Иоанн Креститель проповедует, водное открещение, Иисус выходит, ну, он как бы, он же нам образ дает, ему не в чем было каяться, но он как бы кается вот в этим водном крещении, поэтому принимает, то есть, крещение, покаяние, выходит, принимает Святой Дух, отвергает себя, всю свою жизнь полагает на любовь к ближним, проповедуя, исцеляя, освобождая от бесов, воскрешая людей, да, даже до любви, да, вот, и потом воскресает, получает славу и возносится на небеса, и уже его ученики, это, так скажем, большой круг, и мы с вами каждый, это круг, виток, каждая наша жизнь, это целый виток в Божьей спирали Нового Завета, так скажем, да, каждое поколение, и мы по кругу повторяем, мы в себе, Павел говорил, будьте как я, а я как Христос, подражайте мне, как я Христу, и мы все вот так вот это являем, мы крутим такие витки спирали Божьего бытия, да, все ими являемся, так что вот так вот, здесь и вся суть, и просто действительно, порой даже достаточно одну эту притчу прочитать в день, я говорю, кто не умеет возможности много там читать, и вы все это увидите, где Бог призывает, что? Открывает истину, она в любви, свободе и бессмертии, призывает покаяться в неверии и не в избирании вот этого, да, ты свободен человек, избери жизнь или смерть, то есть бессмертие или смерть, какой принцип жизни, каким мировоззрением ты будешь жить, завтра умрешь, ешь, пи, веселись, или ты вечен, и возле ты вечно не сможешь пребывать, придется определиться, если ты поверишь в вечность, хотя она в тебе, это тебе только поверить надо, но веришь ты или не веришь, ты признать, вернее, надо это мировоззрение и свою сущность, что Бог бессмертен, ты бессмертен, и уже ты свободен в соответствии с этими знаниями избирать между добром и злом, потому что в зле пребывать невозможно, и оно делает тебя несчастным, вокруг тебя, будьте счастливыми, любите друг друга, ты принимаешь это, начинаешь так жить, все, естественно, ты не сможешь так жить, если ты не отвергнешься себя во всех смыслах слова, да, ну и все, дальше суд, что сеешь, то и пожинаешь, Бог тебя не судит, ты сам, что сеешь, суд или жатва, это одни и те же слова, это лишь суд, ну, понятное слово, а жатва лишь символ, вот и все, ты каждый день сеешь и жнешь плоды, и внутри тебя человек, внутренний человек у тебя преображается, эта слава откроется, сейчас она не видна людям, но твоя внутренность обязательно явится, вот и все, изо дня в день ты, соответственно, сам это получаешь, сеешь, что пожинаешь, и этот хлеб пожавший опять раздаешь, и так все по кругу, так что вот так вот, на этом у меня все, я надеюсь, что-то вам тоже лишний раз открылось, подчеркнулось, ну, а я, говорю, всех приглашаю на канал Христолюб Библии, чтение иных писаний, ну, сейчас, с которым мы, Матфеевы, на сегодняшний день, на третье, на пятое, десятое 2019-го, вы, конечно, не увидите, а если сначала посмотрите, у меня есть предыдущий, я уже второй раз, второй круг начал, чтение Нового Завета, там вы, конечно, это увидите, в этот раз я не буду подчеркивать, потому что, я говорю, они достаточно размашистые, и это надо помного читать, я хотел бы более подробно говорить, как Господь будет на сердце кладеть, класть, если где-то захочется побольше говорить, потому что тогда я много, естественно, проглатывал, пропускал, чтобы ролики мне и так по часу, по два, а так может по десять часов быть, да, только с этой целью я хочу второй круг уже более так поподробненько поговорить там о всех моментах, которые мне хотелось бы сказать. У меня на этом все, всех вас по-братски крепко обнимаю, нежно целую и прощаюсь, до встречи в следующем ролике. Всем, кому нравится мое видео, вы знаете, что нужно делать. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok